Нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Здравствуйте, дорогие соратники. И сегодня мы поговорим о природоподобных технологиях. Технологиях, которые все хотят запретить. Они, мы это хотим развивать, а вот плохие парни или не парни хотят запретить. В частности, запрещают ртуть с 2020 года, любая добыча, новые использования в технологиях, разработка каких-то приборов, которые используют ртуть, запрещены. Почему они не хотят это сделать? Но у нас же были такие природоподобные технологии, они хотят запретить наше прошлое. Смотрите, широкополосная фронтальная антенна посылает через два резонатора с ртутью сигнал на рупор, огромный рупор усиливающий, на второй рупор. Маленький такой колокольчик, да, получается? Потом еще резонаторы, еще шары с ртутью, и на огромный рупор антенны. Еще резонаторы, шары с ртутью, и все это идет вниз. И внизу тоже идет навстречу волна. И что-то мне это напомнило. Такая вибрационная система, где-то я ее встречал. Давайте подумаем, почему. Татальная антенна сверху лавливает все виточастоты и спускает эфрис. Что мне это напомнило? Вот это та же самая... Давайте посмотрим. Током очень слабо. Нет, меня не пытают. Эти разряды тока должны улучшать состояние здоровья. По крайней мере, так утверждает биохимик Валерий Головин. В разряде молнии там все есть, там все виды частот. Здесь примерно что-то подобное. Маленькая молния в миниатюре. И от нее организм забирает эти частоты, которые ему нужны. Валерий Головин говорит не о ноу-хаусе современной науки. Аналог прибора, который попал ему в руки, использовали еще наши бабушки. Принцип работы прост. Две металлические антенны испускают радиоволны, которые пронизывают все пространство между ними. Если в это пространство поместить человека, то тело получит заряд энергии. Аппарат изобрел российский ученый Георгий Лоховский. Еще до начала Второй мировой с помощью этого прибора пытались лечить онкологию. Вот рак кожи. Это вот самое сильное проявление в самом начале. А вот здесь мы видим, ничего нет. То есть это не фотошоп? Да нет, ну это фотошопа этого действительно не было. Это 39-40-е годы. Проверить сейчас, что это было чудо, действие аппарата или какой-то трюк нельзя. Но Валерий Головин не сдается и самостоятельно тестирует аппарат на себе и на тех, кто соглашается. Скажите, а я потом не буду, как эта лампочка светится? Нет, как лампочка светится вы не будете. Правда, желающих попробовать аппарат из начала 20 века, бьющий током, пока немного. На такое отважатся разве что те, кто мечтает о красоте и вечной молодости. До того, как появился мультиволновой осциллятор, у него был предшественник фиолетовый луч. Вот этот небольшой прибор. Он тоже воздействует на организм человека с помощью микроволны. И говорят, омолаживает. Давайте проверим. Ой, бьет током. Но будем надеяться, что я стану моложе. Ольга Жемчукова, Елизавета Максимова, Роман Жабавлев, МИР24. Ну, это не только для красоты используется. Что за чудо-аппарат? Давайте поближе на него посмотрим и узнаем, как он работает. В начале 20 века Баховский изобрел некий аппарат, основываясь на принципах, что полно энергии, живительное вокруг, и некоторые вещи ее излучают. В основном, это космическая и солнечная. Прямо как по-чижевскому. Просто все исследователи тогда, прям как говорили, эфир, солнечная энергия и так далее. И Лоховский тоже изобрел прибор, который вот эту вот жизненную энергию излучает. Чтобы понять мир этих вибраций, с помощью которых инвлекается эта жизненная энергия, он изучал много всего, в том числе и миграцию и рыб, и птиц, чтобы понять. И Лоховский понял, как это действует, и как влияет вот эта энергия на все живое, в том числе там энергия на животных, на птиц и так далее. Как все влияет, в том числе и почвы, плодородие почвы на наличие этой энергии, как эта энергия влияет на все живое. И он, изучая это, понял, что каким-то образом рак, заболевание рака, география, Технические, в принципе, исторические детали сейчас не важны, но принцип один, что очень много жизненной энергии вокруг, которые можно как-то поймать. Космическая энергия, которая идет в основном сверху, почему-то из космоса, она достигает почвы и до какого-то уровня проникает, потом глина ее отражает, и таким образом коникисты... И таким образом Лоховский понял, сделал вывод такой, что рак – это просто некое извращение, ненормальная форма жизни и взаимодействие с этой энергией. Поэтому, зная вот этот принцип, что все жизненные энергии имеют свои пенсации, вибрации, он начал это для своих исследований, для лечения, потому что каждая клетка в теле человека, она вибрирует на своей частоте. Таким образом, он создал с помощью вибраций, просто вибраций, некое взаимодействие с полем человеческого организма и клеток, увеличивая его. Проще говоря, лечение звука. Он провел много экспериментов с этими осцилляющими сигналами, и самый простой из них – это он подключал провода, вибрирующие к растениям, смотрите, и получал великолепный результат. Он увеличивал и здоровье, и время жизни, и скорость роста растений, и урожайность. Смотрите, чем проще организм, тем лучше на него воздействует этот параллокоск. Я подобрал компиляцию, потому что очень много информации об этих катушках локоск. Это инструмент, который воздействует на все. Просто любая катушка создает поле, вот просто виток в облаке вокруг любого растения – великолепные результаты, просто паразитивные. Вот на втором изображении мы видим, как реагируют растения на вибрирующий осцилляйтин круг. Человек тоже поразитивные результаты. Вот так были вот эти вот круги на первых его экспериментах. И клеточный обмен канавлился элементарно. Он углубился в радиобиологию. И такие вот антенны он сделал, которые из полукругов, излучали разные частоты. И таким образом, каждая клетка находила свою резонансную частоту. А в 1930-х много людей излечилось от рака таким образом, именно вибрациями. С электричеством и без электричества. Просто с вибрацией. Эта антенна может быть к чему угодно присоединена, а может быть и не присоединена. Вот это в действии, фото одной антенны в действии именно самого аппарата. Антенна состоит из 12 трубок медных, и в конце это какие-то шарики, которые как будто импеданцией общения. И это было заявлено, что используются для обменных гасов, как органы, в них. Что тоже очень важно. Органы – это не просто музыкальные инструменты, но об этом отдельно. Он сейчас технические детали расскажет, которые, в общем-то, не важны, как, чтобы было закреплено. Суть не в этом. Абсолютно. Дело в том, что разный диаметр вибрирует, выдает разную длину волны. Вот и все. Вот основная антенна. Направленная друг к другу волны, получается стоячая волна. Это некое поле, которое энергию примерно в одном месте и создает поток этой энергии эфира, этера, как угодно его можно называть, аргона. Позже мы про аргон поговорим. Вот, в каждом таком почти круге существует некое пространство для того, чтобы вибрации были. Они в основном физические, но еще и электрические осцилляции, то есть вибрации. И Локовский получил патенты, много патентов в США, а тогда патенты были другими. Разные антенны он запатентовал патенты. Очень легко понимать, что в целом вот эта вот антенна направлена на то, чтобы выдать максимальное количество вибраций. И эти ключи могут быть как в одной плоскости, так и в разном, несколько. Типа пирамидки такой, либо купол. Я называю это купол, потому что куполы тоже многоярусные и тоже неспроста. Попробуйте понять, то есть в церкви это не просто производство электричества, это много чего. Что, в общем-то, доказано аналогами, которые мы производим на микроуровне. Посмотрите, ничего этот контур не напоминает земление, он слева, справа, фрактальная антенна, вибрирующая. Автор говорит, много провел экспериментов, чтобы найти правильные формы. Вот эти вот две трубки, колонны, скажем так, держат антенну, вибрируют на правильных частотах. Конденсаторы, капаситоры. В общем, если повернуть, то будет церковь. Смотрите, еще один вариант расширения этого же колебательного контуры. Не нужно много энергии для этого, чтобы работало, это все работает прекрасно и само, без электричества. Смотрите, что у нас. А построение антенны в пропорции золотого сечения по некому алгоритму дает вообще поразительность. И мы нашли, что, обнаружили, что даже без электричества это создает поле, поле, которое само по себе исцеляет. Ничего не напоминает? Посмотрите, как красота. Это современные антенны, используемые в районе. Очень хорошие антенны. Самые лучшие антенны для определенных частот, для определенных целей, но маленькие. А вот оригинальный прибор, который использовал сам Лаковский в 1913 году. Ну, он с 30-го, с 40-го. Тут он детали рассказывает про какие-то средние частоты, про искровой промежуток, про конденсаторы. Это, в принципе, отличается на конденсаторы. Кто в конденсаторе наполняется, они выдают разряд. Это идет, возбуждает колебательный пунктру в антенне. Это не важно. Что важно, это то, что этот принцип прекрасно работал и раньше. Частоты, вибрации. Все было на частотах и вибрациях. Он говорит про еще одну антенну, которая вот этот промежуток покрывает, она с другой стороны, но не важно, в принципе. Вот сейчас он включит, чтобы показать, как это работает, искровой промежуток. Сейчас это может транзисторами достичь, не обязательно искровой промежуток. То есть, уже искры не нужны. Это работает и без искр. Вот что важно, посмотрите. Лампы. Лампы, которые... Вот эти вибрации. Снова это общий патент, который покрывает еще поле. Вот иллюстрация показывает лампу, которая... Либо низкие давления, либо вакуум внутри. Самое. У него были его оригинальные приборы, которые содержат благородные газы, инертные газы. Потому что эти газы, либо ртутные газы, пары ртути, производят аргон. Об этом говорят разные исследователи, включая изобретатели, которые работают с энергией аргона и исцеляют энергию аргона. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы потеряли очень много. Ладно. Основной принцип этого. Одна антенна идет сверху, чтобы этерическую эфирную энергию космоса направлять на человека. И вот эта антенна была произведена из двух проволок, которые между собой вписаны и еще в спиральку. Ничего не напоминает? Вот из раскопок там ничего не напоминает? Переплетенная между собой и закрученная. Я вот видал таких привычек. Посмотрите, как происходит. Вот он сделал, что произвел по этому патенту. Просто вот такая стойка. Вот мы видим антенну, которую мы видели на картинке. Она направлена горизонтально. Дважды перекручена. Она свободно может вводить. К ней подходит один провод. И еще там одна антенна спиралька. И еще одна антенна идет вверху. Вот просто проводок, чтобы... А, он улавливал вибрации. Таким образом, никакого электричества нет. Смотрите. Две катушки здесь. Можно к ним по стоянку прикладывать. Фистоты. Вот здесь... Здесь такой вибратор стоит. Просто немножко шатать. Посмотрите. Красота какая. Вот это все когда-то поработало, было включено и вибрировало. И производило энергию по всему миру. Посмотрите, какие прекрасные колебательные контуры. Правда, разломаны. Оборудование сперли. Красота осталась. Итак, ему не нужно электричество для операции, для деятельности своей. Но можно подключить. Это когда-то физически вибрирует, мы можем чувствовать ионный ветер, холодный ветер. И это его поражает, как приборы. Собственно, никакой энергии не подходит, никакое электричество. Вот еще одна интересная вещь. Вот на этой диаграмме, на картинке, мы видим просто все два куска металла, пластины металла. 1898, это значит 1890 какой-то год, патент этого года. И он написал, что первые эксперименты были с пластинами обычными. Но, боже, лучше, он понял, что лучше работают две полусферы. Полусферы, поймите. Полусферы, это блин, купол. Следующий, в 1933 году, какой-то фонд выпустил книгу по этому поводу. И основанную патентом на патентах Лаковского. Что вызвало огромный интерес и так далее, но дело не в этом. А дело в том, что это было научно доказано не только на вот одного человека. Вот в этой книге был вот этот вот контур колебательный. Посмотрите, ничего не напоминает. Вот, глядьте сами. Один колебательный контур. Рядом колокольня, пардон, еще один колебательный контур. В общем, это почти то же самое, что Тесла делал. Оригинал видео можете сами потом посмотреть. Вот, посмотрите. Как работает этот осциллятор? МВО – это многоконтурный осциллятор. МВО – это многоконтурный осциллятор. Этот механизм, он работает в механистике. И вот эти вот двумные, они не важны. Это из-за неправильного технического выполнения. Сейчас можно транзисторы делать без этого. Он говорит, что эфир, эфир, именно излучается с этой антеннью. Именно эфиром происходит включение, а не электричеством. Эфир, как-то, вызывает вибрации. Вибрация вызывает эфир, поток аргона, целительной энергии. И именно вибрации и эфир лечат человека и клетки. И в нему есть огромный получительный губ. Итак, еще раз. Тренирую на технике. Тренирую на технике. Тренирую на технике. Тренирую на технике. На основании многих диаграмм форм-патентов, присложенной в этой книге, частотные обморки подключены к антеннам. Два концентрических антенны, где подключены колебательные контуры. К каждому по одному проводу идет для того, чтобы указать колебания. Просто сверху. Смотрите, одна должна быть сверху, другая снизу. Это в идеале. Смотрите, что мы видим. Вверху колебательный контур с рактальной антенной широкополосной, которая все частоты улавливает и пускает вниз, усиливая пополами. И что мы видим внизу? Я не верю в совпадение. Перестал. Отшибло нахрен мою веру в совпадение, изучение некоторых вещей нашего прошлого. У меня терзают смутные сомнения. И мучает один вопрос. Это идеальная форма фрактальной антенны. Да. Все замечательно. Все прекрасно. Но вопрос, какого хрена люди эти фрактальные антенны называют лабиринтом? Почему лабиринт? Да, группы в Индии на польском их полно. Они в церквях, они в мозаике. Посмотрите, фрактальная антенна из камешков разной проводимости. Чтобы была вибрация. Да, они действительно фонят. Там классная энергия идет. И выжившие после катаклизма, после ядерного удара по земле, из камней складывали такие структуры, чтобы просто получить немножко энергии. Они помнили, как ее получать. И они делали из того, что было. Любые источники энергии. Типа, лепили по станции батарейки себе. Поразительно. Да, лабиринтов много было по всему миру. Очень много. И действительно, многие люди, стоя в центре лабиринта или подходя вокруг него, получают за это энергию, получают в некоторых усилении своих ментальных способностей, психических способностей, логических способностей и так далее. Очень много ритуалов связанных лабиринтом со спиралями и прочим. Я теперь понимаю почему. Потому что эта сама форма заряжена на взаимодействие с полем Земли, с энергией Земли и космосом. Назовем это космос. Неважно. Кукла Земля шарообразная, куклая, выпуклая, плоская какая-то в воде. Клёные вещи работают независимо от чего. Как задумано. Посмотрите, с какой точностью выложены контуры этого лабиринта, точнее антенны. Сначала это камень, а потом там растет травка. А вот по тропинке травка не растет, потому что кристалликами выложены. А кристаллики вибрируют. Здесь то же самое. По всему миру. Но они все копируют лабиринты, так называемые антенны, которые в церквях. Церквях просто на более высоком техническом уровне выполнены. Но цель та же самая. Колесо может быть железное, каменное и с прекрасной резиной сделано. Но назначение одно – катить техническое выполнение и физический уровень. Не важно. Важно другое. Важно все. Важно видеть общее. Посмотрите, этот вот человек-исследователь изучает лабиринты везде по всему миру. Но он не знает, для чего он. Он просто собрал огромную коленцию. И действительно, спасибо ему за работу. Ну, это антенны. Он говорит о влиянии этих лабиринтов на сознание, на лечение, на все остальное. Да, это есть. Это факт, которого они отводятся. Массового существования не бывает. Но за исключением Российской Федерации и людей, считающих себя гражданами. А вот в случае с целительством, с ощущением, массового существования не бывает. Все люди чувствуют результаты, фиксируются. Все известно, все понятно. Я думаю, идея тоже понятна. Спасибо всем за внимание на сегодня достаточно. И я думаю, у вас есть о чем подумать и что поизучать. Спасибо, соратники. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok